рекопировка она очень длинная мост разрушенный какой-то непонятный здесь на квадриках ездит мы сейчас повели рыбку ничего не поймали потому что что-то не клюет вообще здесь форель ловится такая хорошая речка довольно таки большое течение лесная в основном она выходит нескольких местах в локс она выходит наверное смотреть просто реки пассейн и дальше там куда-нибудь в черную речку или план еще впадает ну такая довольно таки перепады здесь и тому подобное очень приятно тихая лесная речушка тихо в лесу сейчас пойдем дальше на мост смотреть там будет мост а здесь явно завал какой-то завал небольшой просто упала рыбка есть видно немного конечно но есть небольшая за может долго бобры ну не видно что следов бобров не видно просто деревья падают не более того такая извилистая интересная речушка а главное никого вообще никого ну рыбаки ходят встретили мы одного рыбака сказал три форелины поймал ну на форелевую рыбалку нужна подготовка серьезно не всегда повезет просто на червяка поймать сложно можно конечно но сложно лес такой дремучий финские дороги здесь сейчас пойдем заброшенный мост найдем вот еще за живописный отрезок реки какое-то понятие переправа остаток чего-то еще тут кто-то что-то делал вот такая пировочка речка болотистая местность в основном идет конечно и ручейков из болот здесь это ландыши будут ландыши сегодня 24 мая поэтому еще ничего только-только распускается деревья головище можно сказать цветочки не подснежники они называются ветрянка что ветрянки ветерки как-то так я читал песочек беленький такой а вода болотистая болотная водичка бобры на есть начнут побров я не вижу характерные их труды не вижу бобрятников плотин так просто навалило так бы она здесь было бы больше а вот ландыши вот они ландыши но еще пока не за не засвели ландыш занесен книгу красную книгу россии вот они это не бобрятник не ни одного следа нету ни одного следа сухостой стоит мощный плотина затопления укрепрайона ля линии маннергейма для живых ради памяти мертвых он здесь такой стендик даже сделан прилично очень молодцы солнце светит вот вот он плотина этот рекопировка сама вот такая плотина вот она мы думали что-то мост а это оказалось плотина сколько здесь лет не были а все время смотрели финские до сих пор бетон стоит качественный очень разрушена уже лет как больше 75 он там рыба стоит видно он там видно форелька по течению идет здесь видимо было озеро видимо не перекрыт перекрывали как это все было не знаю потом плотину эту открывали наверное укреп района интересно как это работало война была маленькая победоносная плотина серьезная но разбомбили видать ее быстро вот плотина затопления укрепрайона ля взятого штурмом восьмой советской что это sd рккк для живых ради памяти мертвых молодцы кто-то повесил вообще кто чтит память вообще я и говорю о половой войны ненужная война ни тому ни сему народу вот плотина с этого ракурса ого что это было а а вот с этого ракурса плотина с как дерево рухнет где-то трещит дерево вот она здесь века а еще раз что-то трещит ветрище по верху очень сильно идет ветер вот такая плотинка он все что осталось от дота укреп района все мы здесь же хороший финский цемент качественный вот они плита да здесь бомб этот пушка бахнула советская и все все что осталось от финского но это конечно я еще раз объясняю что я пацифист я не люблю войну интересно просто история военная мне мне нравится вот он по доту еду интересно там ковыряется в нем наверно копатели что можно пролезть откопать еще интересно чего тут смотрю они можно еще как бы даже прокопать и не прокопано ничего засыпано хорошенько там откопаться то можно странно дело такое может и копали